Здесь у меня бизнес основан. У вас бизнес, а в наш из. Разговор на повышенных тонах. А как иначе возмущаются жители, если повторяется он как минимум в шестой раз и ничего не меняется. Уже полтора года в Боровихе борются за чистый воздух. Его отравляет кислый запах переваренных костей. Уезжайте. Все, я вас услышал, я должен уезжать. Это невозможно. Я вам обещаю навести порядок. Об этом заводе мы рассказывали в ноябре. Люди жаловались на выдающий запах, организм реагирует кашлем, рвотой, обострением астмы. Тогда на заводе пояснили, ведется закупка оборудования, выбросов будет меньше. Сегодня директор Игорь Дудин пояснил, фильтры закуплены, но еще не смонтированы. На это нужно время. Пока же завод на короткий срок готов вновь уйти на эконом-режим. Мы сейчас договорились, что мы переостанавливаемся. Мы уменьшаем объемы, сейчас производство будем быстрее налаживать. Везде идет пар, потому что это все при помощи высоких температур происходит паром. Он варится паром, сушится паром. Пар, когда испаряется, соответственно, за собой вытягивает определенное количество запахов. Владелец объясняет, после монтажа оборудования предприятие перейдет на закрытый цикл производства. Вони быть не должно. Вот только процесс монтажа оборудования, по словам Игоря Дудина, прерывают постоянные проверки надзорных ведомств после жалоб людей. Пока завод работает вот в таких условиях. Нам поясняют, здесь уже придумали герметичный накопитель для отходов. Раньше их просто выливали в ямы. По соседству установят сепаратор для отделения жира и воды. Жир нам будет интересен, белок нам будет интересен. То есть мы это сможем эксплуатировать в других целях. Да, это будет играть роль фильтра именно по очищению именно отходов. Но когда закончат монтаж оборудования и избавят ли оно от смрадного запаха, это волнует людей больше всего. Ведь переезд из зловонного поселка многим просто не по карману. Многочисленные проверки не фиксируют никаких нарушений. С каждым годом надежды на чистый воздух у жителей Боровихи все меньше. Нет, они сказали, что не верят сама, лично не верю. Доведены до отчаяния. Они были готовы ставить живую баррикаду из себя и своих детей, чтобы не пропускать машины. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.